Меня зовут Рик Реннер, я нахожусь в Парке Победы в Москве. Огромный, великолепный парк. И мне бы очень хотелось, чтобы вы могли прогуляться по этому парку и увидеть все, что здесь есть. Парк посвящен победе над фашистами во Второй мировой войне. Позади меня памятник странам-участницам антигитлеровской коалиции, посвященной объединенным вооруженным силам разных стран, сражавшимся против нацистских захватчиков. Здесь есть французский солдат, советский солдат, а также солдаты США и Великобритании. Все эти страны объединились в коалицию и вели совместные боевые действия против одного врага. Полная победа требовала единства. Они вместе разрабатывали план сопротивления, который в конечном счете позволило одержать верх над нацистами. И порой нам нужно действовать, сообща с кем-нибудь, чтобы одержать победу в своей жизни. Этот памятник наводит меня на мысли о единстве. Чтобы побеждать, лучше вести бой плечом к плечу с союзниками, чем в одиночку. Возможно, вы сможете одолеть врага и без посторонней помощи, но это будет значительно сложнее. С другой стороны, если рядом будет чья-то поддержка, то вы обратите врага в бегство намного раньше. Об этом я хочу поговорить с вами сегодня. Добро пожаловать на сегодняшнюю программу с Риком Реммером. У пастора Рика есть для вас послание, которое вдохновит вас, укрепит и снарядит важными знаниями и глубоким пониманием Божьего Слова. Я ждал этой встречи. Сегодня мы вернемся к нашей теме, как построить оборонительную стену, которая не позволит дьяволу проникнуть в ваши личные дела. Это очень важное учение. Во вступительной части к программе я находился в Парке Победы в Москве. Масштабный, величественный парк, посвященный Второй мировой войне. Основной причиной создания Парка Победы стала жертва 29 миллионов граждан Советского Союза, погибших во время той войны. Подумайте об этом. 29 миллионов. Почти столько же людей живет во всем штате Техаса. Это колоссальное количество. Просто невероятно, сколько советских людей погибло во Второй мировой войне. Поэтому российское правительство решило возвести на этом месте грандиозный парк в память о тех, кто погиб в той войне. И чтобы напомнить другим людям о том, какой ужасной бывает война, чтобы люди задумались о том, что нужно сделать, чтобы такого больше никогда не повторилось. В Парке Победы установлен памятник странным участницам антигитлеровской коалиции. Мне он очень нравится. В ряд стоят огромные бронзовые фигуры, солдат из разных стран, американец, британец, француз и русский. Они стоят плечом к плечу. В наши дни эти государства нередко конфликтуют друг с другом. Но во время Второй мировой войны они были заодно, действовали заодно. И благодаря своему союзу они заставили врага убраться с их земли. Вот что происходит, когда у вас есть те, кто встанет с вами плечом к плечу. Когда у вас есть союзники, верные друзья, духовные товарищи, которые ополчатся вместе с вами, возьмут вас за руку, вы образуете с ними объединенные вооруженные силы, которые помогут вам сохранить свободу и заставить врага убраться из вашей жизни. Сегодня мы рассмотрим, что можно сделать, самостоятельно или с помощью других, чтобы прогнать врага. Но прежде я хочу напомнить вам, что вы можете скачать бесплатно серию учений «Как не впустить дьявола в свою жизнь». Цикл основан на содержании этих программ. С ним доступно замечательное учебное пособие с очень полезными примечаниями. Полезный материал. В него входит разбор греческих слов, их значения, цикл чудесный. Его можно использовать при совместном изучении, и он даст вам подкрепление. Этот материал поможет вам научиться применять духовное оружие для победы над врагом и знать, как разоблачить и противостоять его коварным козням. Помните, дьявол реален, его задача сбить вас с пути к вашему предназначению, но применив духовное оружие, вы способны контратаковать и пресекать любые попытки дьявола обмануть вас. Этот материал поистине уникален, он изменит вашу жизнь к лучшему. Я призываю вас скачать его бесплатно. Теперь давайте вернемся к изучению Библии. Ключевым стихом для этой серии является 1 Петра 5.8. Сегодня я обращусь к своим заметкам. В 1 Петра 5.8 апостол говорит, «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить». Мы уже разобрали слово «трезвитесь», по-гречески «нифо», что значит «мыслить ясно», а не «как неразумный пьяница». «Не бросайте оружие», «не совершайте ошибок», «не уподобляйтесь глупому напившемуся человеку», «будьте серьезными». Далее апостол говорит, «бодрствуйте». Слово «бодрствовать», по-гречески «Григорию», употреблялось только в тех случаях, когда что-то зловещее пыталось проникнуть в жизнь человека. Петр использовал этот глагол лишь потому, что знал о зловещей силе, стремящейся проникнуть в жизнь верующих. Поэтому он пишет «бодрствуйте», что значит «будьте настороже», «будьте бдительными», «постройте преграду», чтобы не пустить в свою жизнь зло. Сделайте все необходимое, чтобы не впустить врага. Петр велит нам принимать меры предосторожности и сообщает, что есть зловещая сила. Он говорит «потому что противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить». Мы разобрали местоимение «кого». Оно означает, что дьявол не может поглотить буквально каждого, и дьявол знает об этом. Поэтому дьявол ищет того, кого он может поглотить, подобно льву, который никогда не нападает на стадо. Хищник всегда выискивает в себе того, кто отбился от стадо, кто остался один, кто болен или слаб. Точно так же дьявол ищет отставших от стада одиночек. Он находит верующего, который не ходит в церковь, того, кто утратил общение, а слаб в вере. И вот его можно поглотить. Таких проще уничтожить. Библия обращается к нам, чтобы мы понимали это, и трезвились, и бодрствовали. И далее в 9 стихе Петр продолжает. «Противостоите ему твердую верою». Я прочитаю своих заметок. Глагол «противостоять» по-гречески «антистами» описывает того, кто готов дать отпор. То есть это не спонтанное, а хорошо подготовленное, продуманное сопротивление. Это описание человека, который следует правильной стратегии. Это слово также можно перевести так. «Обеспечить организованное сопротивление». Другими словами, нужно таким образом организовать себя и свои дела. Что даже если враг нападет, его попытки не будут успешными. Вы так устроили свою жизнь. Вы настолько правильно живете, что враг не может проникнуть в нее. Также Петр использует слово «твердый». Греческое слово «стереос», которое означает «поддержать», «усилить» или «укреплять что-либо». Всякий раз, когда я слышу это слово «укреплять», то вспоминаю время, когда мы приобрели здание для нашей церкви в Москве. Его нужно было укрепить. Оно не было достаточно крепким. Для этого нам пришлось обшить его стены металлическими листами. Это было армирование. Мы усилили несущие конструкции, укрепили все здание. Причем сделали мы это настолько основательно, что если бы захотели, то могли бы надстроить еще несколько этажей. Сначала был шаткий дом, но мы его укрепили и сделали прочным. Вот что означает греческое слово «твердый». Если объединить все эти значения, то мы получим следующий буквальный перевод. Я прочитаю вам 1 Петра 5.9 в своей пояснительной интерпретации. Воспользуйтесь особой стратегией, чтобы противостать врагу. Будьте готовы оказать сопротивление его возможным нападкам. Планируйте свое противостояние. Вы должны сделать все возможное, чтобы укрепиться и утвердиться в вере. Мы должны укрепиться и утвердиться в вере. Обеспечить организованное сопротивление. Это наша ответственность. И когда дьявол пытается напасть, он не должен проникнуть на нашу территорию. В прошлой программе мы начали разбирать 7 правил, которые позволяют укрепить стены, возвести преграду, которая защищает нас. Мы говорили о первом правиле. Каждое утро проводить время в общении с Богом. Если вы не видели предыдущую программу, зайдите в наш архив и посмотрите. Важное учение. Правило номер два. Каждый день проводите время, насыщая свой дух из других источников. Важный принцип. Правило номер три. Каждый день проводите некоторое время в тишине. Я понимаю, что такой совет может показаться не очень важным. Но это не так. Потому что если вы не будете находить время, чтобы просто остановиться, сделать паузу, ваша духовная бдительность притупится, и вы станете уязвимым для нападок врага. Эти правила важны и осуществимы. Я не даю вам совета, исходя из теории. Я сам следую этим правилам каждый день. Я живу по этим принципам. Первое. Я каждый день провожу время с Богом по утрам. Для этого не надо тратить много часов. Просто начинаешь день с того, что обращаешь свой взор к небесам. Второе. Каждый день я нахожу время, чтобы насыщать свой дух. Читаю Библию. Ищу возможность назидаться из других источников. На это не уходит много времени. Иногда несколько минут. И это под силу мне и вам. Третье. Каждый день я провожу некоторое время в тишине. Это моменты для размышлений. Время. Подумать о том, с чем мы соприкасаемся, с чем сталкиваемся, во что верим, к чему стремимся. В это время мы учимся молиться, бодрствовать в духе. Это помогает нам защититься от атак. Четвертое правило, о котором мы поговорим сегодня. Каждый день проводите время с теми, кто вас укрепляет. Вам нужны люди, которые дадут вам мудрый совет, помогут обрести духовную силу. И я говорил в прошлой программе. В моей жизни есть группа людей. Они дороги мне. Я разговариваю с ними каждый день. Мне не нужно назначать с ними встречу. Мне достаточно просто отправить сообщение. Мы переписываемся, общаемся по телефону. Я на связи с ними каждый день. Они стали важной частью моей жизни. Если у меня что-то идет не так, они знают об этом. Они могут понять это по голосу. Если я не выхожу на связь, они хотят знать, где я. Они интересуются мной. Им важно знать, что со мной происходит. Для меня это своего рода страховка. Они мои союзные войска, которые ополчаются вместе со мной и помогают отражать атаки дьявола на мою жизнь. И вы тоже нуждаетесь в этом. Вам нужны такие добрые и верные друзья, которые всегда будут рядом. Если у вас нет таких друзей, если вам не с кем помолиться, свяжитесь с нами. Мы помолимся за вас. Мы станем вашими союзными войсками, образно говоря. И мы вместе будем противостоять нападкам дьявола на вашу жизнь. Сегодня мы поговорим о еще одном правиле. Номер пять. Готовы? Оно простое. Каждый день находите время, чтобы остановиться и признать величие Бога. Выразить свое почтение Богу. Что я имею в виду? Смотрите, что написано в Библии. 118-й Псалом, 164-й стих. Давид написал, «Семикратно в день прославляю тебя за суды правды твоей». Семикратно в день прославляю тебя за суды правды твоей. Давид сталкивался с несправедливостью. Он сражался с внешними врагами. У него были враги в семье. У него были враги во дворце. Давид нередко сталкивался с коварством. Однако он не был побежден тем, что пережил. И он не страшился того, что с ним могло произойти. Он говорил, «Я научился останавливаться семь раз в день и вспоминать, что Бог праведен, справедлив, и все в его руке». Давид сказал, «Я следую этой стратегии, я делаю это семь раз в день». Когда я впервые прочитал эти строки, решил, что буду поступать так же. И попробовал оставлять все свои дела семь раз в день, просто останавливаться и признавать власть Бога в своей жизни. Я решил, что буду так делать в 8 часов утра, потом в 10, в 12, в 14.00, в 16.00 и так далее. Я все спланировал и старался не забывать о своем намерении. Но оказалось довольно трудно постоянно помнить об этом. И тогда мой сын сказал мне, «Папа, я тебе помогу». Он установил на мой телефон программу, которая подавала звуковые сигналы в течение дня. И теперь всякий раз, когда раздается сигнал, я делаю паузу, неважно, где я нахожусь, в машине, на совещании, где-то еще. Я просто останавливаюсь на какое-то мгновение, чтобы сказать, «Иисус, Ты, Господь, я признаю Твое присутствие, Ты здесь со мной, Ты справедлив, и Тебе принадлежит вся власть». Это помогает мне защитить разум. И тогда мысли о несправедливости, неправильные эмоции, нападки врага не могут проникнуть, потому что 7 раз в день, или даже чаще, на протяжении дня, я размышляю о том, что Бог благ. Иисус Господь всего. И все будет хорошо. Иисус праведен. И несмотря на несправедливость, которую я вижу вокруг себя, все это помогает мне построить оборонительную стену в своем разуме и не допускать дьявола в свои мысли. Давид поступал так 7 раз в день. И вам это под силу. Установите на свой телефон программу, которая будет периодически напоминать вам об этом. И просто благодарите Бога за его присутствие на протяжении всего дня. Это стало неотъемлемой частью моей жизни. И часто, когда мой телефон подает сигнал, люди, которые рядом со мной, знают, что я сейчас сделаю. И что делают они? Они присоединяются ко мне, поднимают руки и говорят, «Аминь, Господь, спасибо тебе за твое присутствие». Это помогает всем постоянно находиться под защитой и помнить на протяжении всего дня, что Иисус Господь. Теперь поговорим о шестом правиле. Шестой принцип, которому нужно следовать каждый день. Вы готовы? Правило шестое, важное и, возможно, самое трудное. Каждый день говорите «нет» тому, что не следует делать. Вы спросите, «Почему это нужно делать каждый день?» «Просто послушайте меня, и вы все поймете». Итак, говорите «нет» тому, что нельзя делать. Если вы соглашаетесь со всем, что вам говорят, когда вы откликаетесь на каждую просьбу, ведь вы не можете делать все подряд, и говорите всегда «да, да, да, соглашаетесь на все», в итоге это привнесет в вашу жизнь сумятицу и конфликты. А если вы будете соглашаться буквально на все, то ваш график, финансы, мысли, эмоции превратятся в сплошной сумбур. Вы также рискуете распахнуть дверь своей жизни, в которую дьявол ворвется и начнет вас атаковать. Не открывайте дверь сами, не соглашайтесь на все. Послушайте, что говорит Библия в послании Акова 3,16. «Ибо, где зависть и сварливость, там неустройство, и все худое». Все худое. Послушайте, что означает слово «неустройство». Греческое слово «акатастасия». Изначально это слово использовалось для описания колючих кустарников или терновника. Колючие кустарники или терновник. Это место, куда никто не хочет попасть. Также это слово означало того, кто причиняет боль всякому, кто попадается в ловушку. Кроме того, это слово описывало ситуации, где царили сумятицы, беспокойство или проблемы, беспорядки, разрушения, которые наступали в результате волнения, какая-то нестабильность, смятение, личного характера или на государственном, организационном, политическом уровне. Итак, слово «неустройство» означает что-то, что цепляется за вас, что может уколоть, причинить боль, то, что несет беспорядок, беспокойство, проблемы. Совсем не хочется испытывать нечто подобное, но именно это означает слово «неустройство». В этом стихе также употреблено слово «худое». Греческое слово «фаулос», которое буквально означает «нечто очень плохое». Чрезвычайно омерзительное, бесполезное, грязное, безобразное, оскорбительное, то, что находится в весьма жалком состоянии. Когда вы испытываете неустройство, в вашу жизнь открывается дверь для всего омерзительного и безобразного. И гарантирую вам, что если вы будете говорить «да» всему, соглашаться на все, то в вашу жизнь придет неустройство, и, скорее всего, вы станете сварливым человеком. Вы будете конфликтовать с самим собой, с другими людьми, собственным распорядком, нельзя соглашаться со всем, что вам предлагают. Нужно научиться говорить «нет». И всякий раз, когда вы отказываетесь от всего, на что нельзя соглашаться, то вы укрепляете свою защиту от врага. Вы становитесь тверже и увереннее. Послушайте внимательно следующие факты. 85% ваших дел может выполнить другой человек. Я повторю. 85% ваших дел может выполнить кто-то другой. 10% того, что вы делаете, можно научить другого человека. И только 5% того, что вы делаете, можете делать только вы. Только 5%. Давайте еще раз разберем эту статистику. 85% ваших дел может выполнить другой человек. 10% того, что вы делаете, можно научить другого. И есть только 5% от всех ваших дел, которые под силу выполнить только вам. Позвольте спросить вас, вы занимаетесь исключительно этими 5% дел, которые только вы можете выполнить, или вас поглотили 85% и 10%. 85% ваших дел может выполнить кто-то еще. А 10% ваших дел можно научить другого. И лишь 5% не может сделать никто, кроме вас. Это и есть ваша реальная ответственность. Много лет назад я занимался проведением всех совещаний, принимал решения по всем сферам служения. А дел становилось все больше и больше. И если мне не удавалось попасть на все совещания или принять участие в том или ином решении, я испытывал чувство вины. Я думал, что мне, как ответственному лидеру, руководителю, нужно быть везде. Но потом мое здоровье серьезно пошатнулось. И я уже не поспевал за стремительно растущим служением. И мне пришлось признать, что я могу поручить 85% своих обязанностей другим людям. А еще 10% моих дел можно было обучить кого-то другого. Правда состояла в том, что мне нужно было сузить свой спектр задач до 5%. Именно на них я должен был сосредоточить все свое внимание. Поэтому я перестроил свою жизнь. Полностью я делегировал выполнение 85% своих дел и обучил 10% своих обязанностей других людей. А сам сосредоточился на оставшихся 5%. Итак, я взялся за свои 5% и позволил другим заниматься оставшейся частью моих дел. Эти люди стали добиваться успеха, потому что они вышли из-под моего контроля. Они вполне могли трудиться без моего участия. Я тоже начал добиваться успеха, потому что стал эффективно двигаться в тех дарах, которые Бог дал только мне. Это было всего 5%. Но что делать, если есть люди постоянно приходящие к вам с новыми идеями? Пастырик, мне нужны деньги для этого. Кто-то просит вас принять участие в каком-то деле, проекте, стать волонтером. Помните, вы не обязаны делать абсолютно все. Когда мы только приехали в тогда еще Советский Союз, ко мне часто обращались с просьбой помочь финансово. И поскольку меня окружали в основном небогатые люди, я чувствовал, что я обязан соглашаться на помощь во всех проектов. Люди считали, что я обладал нужными ресурсами, но это было не так. Но я всем говорил, да, я помогу, но как же я могу отказать? И знаете, чем все кончилось? Именно тем, о чем я сказал. Пришло неустройство, начались конфликты. Неустройство пришло потому, что я соглашался на все. И потом нам самим уже не хватало денег на проекты, которые Бог дал нам, и я начал испытывать чувство вины. Я соглашался участвовать в других проектах. Нам перестало хватать, и у меня было чувство вины, но мне нужно было научиться отвечать отказом на то, от чего нужно отказаться. Если же вы соглашаетесь на все предложения, то вы отбираете чье-то благословение, потому что, очевидно, кто-то другой должен был ответить согласием на то предложение, которое приняли вы. А если бы вы отказались от него, то обязательно появился бы тот человек, который сказал бы да, и взялся бы отвечать за это дело. Но вы лишаете другого человека возможности заниматься своим делом, потому что вы соглашаетесь на все. Вы должны понять, что есть особая мудрость в том, чтобы говорить «нет» каким-то определенным вещам. Мне также пришлось научиться говорить «нет» самому себе, во мне бурлят идеи. Ежедневно мне на ум приходят различные задумки, но не каждая из них от Бога, далеко не каждая. Часто это просто током, день за днем. И мне пришлось научиться говорить себе «Рик, не все твои идеи от Бога». И поскольку у меня есть близкие друзья, я рассказываю им о своих идеях. И они честно говорят мне, какая из них по их мнению от Бога, а какая нет. Это мне помогает учиться, на что соглашаться, от чего отказываться. Отвечайте отказом на то, что вам делать не следует. Это очень важно, когда вы возводите оборонительные стены, это убережет вас от неустройство. Не будет конфликт в вашем разуме, не будет проблем с финансами, не будет проблем с распорядком. Вы будете под защитой от духовных атак. Это одно из самых полезных и самых непростых правил. Научиться говорить «нет» вещам, которые вам делать не нужно. Каждый день мы должны учиться говорить «нет» тому, на что не должны соглашаться. Сможете ли вы это сделать? Над этим придется основательно потрудиться. Итак, что мы уже рассмотрели? Каждое утро проводите время с Богом. Каждый день проводите время, насыщая свой дух из различных источников. Каждый день проводите некоторое время в тишине. Каждый день проводите время с теми, кто укрепляет вас. Каждый день находите время, чтобы остановиться и признать Божье величие. Каждый день говорите «нет» тому, что вам делать не следует. Шесть правил, но есть еще одно. Оно очень важное для того, чтобы построить оборонительную стену, и об этом мы поговорим с вами в следующий раз. Я надеюсь, это учение ободрило вас. Библия говорит нам, что нам нужно делать. И я прочитаю вам свой расширенный вариант 1-го послания Петра 5-9. Воспользуйтесь особой стратегией, чтобы противостать врагу. Будьте готовы оказать сопротивление его возможным нападком. Планируйте свое противостояние. Вы должны сделать все возможное, чтобы укрепиться и утвердиться в вере. Вот о чем мы говорим с вами. Я скоро вернусь. Вы чувствуете, что находитесь под атакой в ваших отношениях, финансах, здоровье. Библия говорит, что дьявол приходит украсть, убить и погубить. Но Иисус пришел, чтобы мы имели жизнь и имели с избытком. Не позвольте дьяволу проникнуть в вашу победу в каждой сфере. Из этой серии аудиопрограмм Рика Реннера на тему «Как не впустить дьявола в свою жизнь» вы узнаете, что ваша жизнь находится под постоянными атаками врага. Эта серия программ доступна в аудиоформате на нашем сайте ignc.org. Не пропустите это специальное предложение и скачайте бесплатно серию аудиопрограмм Рика Реннера на тему «Как не впустить дьявола в свою жизнь» на ignc.org. Меня зовут Джел Реннер и я хочу выразить благодарность всем нашим дорогим партнерам. Ваша поддержка помогает нам заботиться о людях, от которых общество отвернулось. Оказание помощи больным, прикованным к постели, бездомным, сиротам, инвалидам, детям, живущим на улице и заключенным — это одно из основных направлений нашего служения. Прежде всего, мы говорим им о том, что Иисус любит их и дарим им Евангелие. А еще мы обеспечиваем их основные потребности и они видят, что Бог на самом деле заботится о них. И все это не было бы возможным без вашей поддержки. Друзья, еще так много людей нуждаются в вашей помощи. Мы предлагаем вам стать нашим партнером уже сегодня. Ваши даяния могут изменить жизнь людей. Нам необходима ваша поддержка. Когда вы жертвуете, это дает нам возможность снести Евангелие не только нашему ближайшему окружению, но даже до краев земли. Каждый из нас вносит свой вклад в эту работу и прямо сейчас вы можете стать нашим партнером и поддержать наше служение финансово. Ведь помогая нам, вы помогаете другим. Одно мы знаем точно. Дьявол стремится найти способ проникнуть в вашу жизнь. Я не хочу, чтобы вы боялись дьявола. Не этому посвящена наша программа. У нас действительно есть враг. Его зовут Дьявол. В первом Петра 5.8 апостол называет его противником, антидикос. Это означает обвинитель, преследователь, прокурор. Дьявол действует подобно обвинителю на суде. Он ищет сферу, в которой вы нарушили закон, какое-то правило, где вы совершили преступление, и будучи обвинителем, дьявол думает, вот как я проникну в его жизнь. Дьявол пользуется этим как лазейкой, чтобы вторгнуться в личные дела, в финансы, здоровье, отношения с людьми, в любую сферу нашей жизни, и проникнув внутрь, он начинает, как говорит Петр, поглощать вас. И мы читали в Евангелии от Иоанна, 10 главе, 10 стихе, о том, что когда враг проникает к нам, он начинает красть, убивать, губить. Цель дьявола обворовать вас и оставить абсолютно ни с чем в каждой сфере вашей жизни. Но этого можно избежать. У вас есть все, чтобы не впускать врага в свою жизнь. Поэтому я предлагаю вам аудиосерию учений «Как не впустить дьявола в свою жизнь». Это целый цикл аудиопроповедей. Он сопровождается замечательным учебным пособием, где подробно разобраны греческие слова, их определения, различные духовные принципы. А сейчас позвольте мне помолиться за вас. «Отец, я благодарю Тебя за разум Христов, который есть в каждом из нас. Мы благодарим Тебя за благоразумие, за практические советы, которые помогут нам построить крепкую стену, через которую дьявол не сможет пробиться, даже если попытается напасть на нас. Во имя Иисуса». Помните о том, что говорится в книге Келесиаста 8.4, где слово «Царя там власть», и пусть Божье Слово действует в вашей жизни сегодня. Увидимся в следующей программе. Спасибо, что были сегодня с нами. Чтобы получить дополнительную информацию о служении Рика Реннера и материалах служения, посетите сайт ignc.org или свяжитесь с нами в социальных сетях.